Время Отца и Сына и Святого Духа, всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с сегодняшним великим праздником всех святых в земле российской просеявших, которая чтится во второй воскресный день, во святой Дроид и во 50-й, в нынешний воскресный день. Среди живущих в нашей стране и живших многие годы назад, может быть и сейчас живущих, было много преподов, иерархов, благоверных князей, мучеников, священно-мучеников, праведных в Христе Иродио, Христа Ради Иродио, целый сон святых жен, целый сон новомучеников и исповедников российских, которые мы знаем, и имена которых один Господь знает и которые не дошли до нас. Именно от этих имен Русь и получила свое название Святой, Святая Русь, как ее называют. Такого названия не все страны доставят, есть только Святая Зерля, где Господь явился, это Иерусалим, окрестности его, Палестина, его также называют Святую Русь и некоторые еще могут места, Святая Гарафон, остальные такое высокого великого названия его достоят. В богослужебных гимнах, которые мы с вами слышали и слушали на протяжении всего года, успеваются и князья, и преподобные, которые трудились, и простые люди, которые мученически прикипали и кончили за Христа в той или иной степени. И вчера мы с вами за вечерним богослужением слышали перечень многих святых, конечно, не всех далеко, но многих, кто был, в церкви читается раз в год перечень всех русских святых, которые прославлены приличественных грехов святых. И множество, если всех читать, то полтора-два часа это время, наверное, займет только перечисление имен, но за каждую дневную стоит жизнь и подвиг, и то, что люди принесли ко Христу в своей жизни, которые прославились, и которых мы сегодня прославляем вместе с вами. «Земля русская, пропитанная кровью, хранит себе их тела, их душа обитает сейчас на небесах, и, как мы слышали сегодня слова, бесчисленный сон сродников наших предстоит царю славы и молебна, когда то есть это все. Первые русские святые, русские мученики – это благоверные князья Борис и Глеб, которые в начале 11 века показались подвиг в свое измерение, и которые решили, что проще потерпеть смерть от руки брата своего родного Святослава, нежели развязывать брату в вечную войну, в которой погибли многие-многие. И вот с этого самого момента начинается историческая летопись наших святых, Бориса и Глеба, моих родителей, благоверный князь Владимир и Коенгиня Ольга, которые крестили Русь, предложили все свои силы, знания, веру, которую они получили, но и самые главные силы государства для того, чтобы крестить народ, его просветить. И, собственно говоря, с момента крещения Руси началось ее становление как великого государства. Самые первые печерские святые – Антоний и Феодосий, великий, которые неприхотливостью своего жития и мудростью разум привлекли сотни и сотни киевлян, и многих русских людей, которые подвязались, естественно, подвязались к пещерам, нанесли тот крест, который на них возложил Господь. Неудивительно то, что вот этот подвиг русской веры был распространен на все границы русского государства, в том числе на Армению, где подвязался святой Григорий. Их Нина, просветительница всей Грузии, которая нами тоже почитается. Священно-мучеников Климента и Мартина, папы Римских и целых семь святых. Аркириев, которые подвязались в Крыму, в нынешнем Крыму, в Керсонесе. Гофская земля, как она называлась, все равно их перечисляли вина. Ну и конец апостола Симон, Зилот и Антонтоуст, как вы знаете, приняли кончину в Абхазии. Там частично были погребены, потом ночи были где-то утерли, где-то обретены. Тоже об этом все знают. Но вместе с тем веры распространяли не только в пределах нашего государства, но и за ее пределами. Например, когда еще несколько лет назад я был в Греции, знал о том, что есть такой правильный хиан русский, который просиял в Греции и потрудился, и там он погребен, и в свою очередь вообще пребывает. Преподобный Герман Аляскинский трудился на Аляскинских островах. Святитель Иннокентий был апостолом всей Америки, а святой Николай Японский – просвидетелем и основателем веры в Японии. Нам до сих пор нужно быть известны и не известны на тех святых, которые были связаны во Франции, в Америке, в других странах. Например, вчера мы читали память святого Иоанна Шанхайского Максимовича, который в Шанхае большую роль, работу провел, где весь практически Шанхай заговорил на русском языке, построил храмы, подвязался. До того самого момента, пока он уже пришел к власти Мао Цзюдуна, они не были из Китая, уже последний день он провел в Сан-Франциско, и вот тоже новомученик исповедника русской земли, который погребен в американской земле. Примерно он был в те же годы, что архиепископ УВК Мойн-Исинецкий. И вот как раз Иоанн Шанхайский пишет, что для нас самое ценное, самое драгоценное, самое великое – это святость. Святость – это нечто таинственное, непрерывное миру, которое требует соблюдения тишины, дисциплины, порядка и любови. И не случайно святыми называют святой храм, святой алтарь, святые дары. Святость – это те вещи, к которым нельзя подойти с насколку, посмотреть, пощупать, потрогать, вести себя неполговенно. Те вещи, которые в себя содержат сакраментальность, какую-то тайну. И вот эта сакраментальная тайна Божия, она содержится во всех тех людях, которые претерпели вот эту русскую кончину, и которые прославили нас в Солнце своих святых. Но не только Солнце своих велика наша Русь, она дала миру, как каждый народ, множество ученых, физиков, математиков, астрономов, строителей звездных кораблей, врачей, хирургов и так далее и тому подобное. И все это стало важно, говоря тому, что наша Русь обрела язык, когда благоверные святые книги в Ифоде и Кирилл, учитель Славянский, впервые составили русскую азбуку, церковную азбуку. И первым на русский язык был переведен апостол и Евангелие святое, которые люди просвещали. И с тех самых пор началось становление нашей Руси. Вы уже знаете прекрасно о роли преподобного Стельгера, Радыжеского, Серафима Царовского, других святых, которые собирали и соединяли наше государство, нашу церковь. И вот сегодня, понимая то, какой великий духовный опыт лежит за нашими плечами, какие святые представители Христовы Божьей, мы должны осознавать, что мы тоже несем ответственность за продолжение этой святой жизни, святой жизни наших великих, угодников Божьих, наших святых, которые мы сегодня прославляем. Понимать то, что мы сейчас не на пике нашего развития, ведь за сто лет прошедшее количество людей, проживающих в нашей стране, к сожалению, не увеличилось. И мы должны понимать о том, что все Великие Империи, Римское, Османское Царство, все это в Византии, пали когда-то в тот или иной момент времени, как пал Советский Союз, тоже была Великая Империя. Все это происходит иногда мгновенно, иногда дольше, но благодаря вот этому за сто лет, что русские святые наши земля еще удерживаются. Наша сила заключается прежде всего в вере, церковности и прежде всего в том, что мы должны увеличить наше количество, больше рожать и воспитывать детей, не бояться этого подвига, как сейчас многие живут и 20, 30, 40 лет прежде, все добро заводить детей или не заводить, покупать машину, не покупать и так далее и тому подобное. Будет ребенок, Господь даст силы, возможности и средства для его содержания. Не будет, будет только тоже нам и всем окружающим, от того, что вы в свое время не восполнили поколение других людей, которые должны были родиться и прославлять Господа и продвигать наше учение дальше, вперед. Вот такой сегодня праздник всех святых. Всех вас сердечно поздравляю, приветствую с этим праздником. Желаю заступничества каждому от своего ангела-хранителя. Кстати сказать, многие святые, которые казаются, кажется, нам уже нашими, это Сидень Николаев, тот же Кирилл Мефодий, учитель славянский, они не наши, но они как бы воспринимают, что они наши, как Андрей Первозванный, тоже в Абхазии дошел, до Киевской горы дошел и стоил, там крест поставил. Всех мы считаем уже как бы святыми, своими святыми, тем самым демонстрируем единение со Вселенской, Соборной и Апостольской Церковью. Продолжается Петров пост. Следующая неделя, последняя уже в этом посту, понедельник 12-го числа, праздник апостола Петра и Павла. На этой неделе будет много учеников и служений. Во вторник учится икона Владимирской Божьей Матери, накануне Вселенной Бдени, в самый день, одна Божественная Бтургия, 8.40 утра. В среду, великий праздник Рождества, честного славного пророка, притеча и крестителя Господня Иоанна, накануне Вселенной Бдени, в самый день праздника, одна Божественная Бтургия, 8 июля учится память благоверных людей Петра и Февронии, покровительность наших семей, накануне вечером, вечерняя, утренняя, спулерея, в самый день праздника, одна Божественная Бтургия. И в пятницу память, в субботу память еще Амбросия Оргинского, тоже будет совершена одна Божественная Бтургия. Поэтому, пожалуйста, набирайтесь сил, терпения, здоровья, приходите и помолитесь в эти оставшиеся дни и притчетитесь Святым Христом к Таим. Во время этого поста апостол очень маленький, практически две недели, чуть больше, поэтому, думаю, без труда мы живем до праздника апостола Петра и Павла. Храни вас всех, Господь! 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка